Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 18 января. Среда. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Орекс по основным торговым инструментам. Итак, что сегодня интересно. Отработалась торговая идея по евро-доллару. Банк Японии не изменил процентную ставку и торговая идея по доллар-иене в связи с этими событиями. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали. Итак, начнем мы с золота. Котировочки с золота несколько часов подряд растут у нас. Интересная ситуация на новостях. С поднебесной, немножко сбоку от поднебесной, у нас американский доллар укреплялся, потом откупился. Ну, так вот бывает. В принципе, слабость американского доллара сейчас чувствуется по многим инструментам именно на европейской сессии. Но на ставке по Японии движение все-таки было вниз. Но в любом случае это пока не дает нам никаких торговых идей. По золоту тренд продолжается. Есть экстремумы, за которыми могут сходить золотые маркетмейкеры. То есть это вот основание вот этого импульсного бара. Но пока в эту сторону у нас день еще не закрылся. Но если он так закроется, это будет совсем не шортовая конструкция. То есть пока наблюдаем по золоту. Ничего любопытного пока не вижу. Евро-доллар. Отработал торговый день на понижение. И это был прям квест. Прям квест. Я рекомендовал шортить вчера. Вот. И через вот этот слом. По трем целям. И две из них вчера были отработаны. Что любопытно. Любопытно то, что движение не пошло в 16.30, когда опубликовали новости по инфляции в Канаде. Даже наоборот, эти новости зашли не в кассу. То есть они привели к росту инструмента. А к падению. Падение началось ровно в 18 по Москве. Я был уверен, что это какие-то новости, которые я пропустил. Но оказалось, это новости с фондового рынка. Это у нас, поздравляю, те, кто не в курсе. Идет сезон отчетности. Вот. И одна из компаний здесь прям здорово облажалась. Вот. Не буду называть ее название. Вот. Я думаю, вы можете погуглить сами. И, собственно, народ стал уходить в баксы. Бакс подокреп. И, в принципе, отработал две цели из трех. То есть на 500 пунктов и на 700. Я поучаствовал. Вот. И сегодня, сегодня я пошел в обратку уже по стопам, по хаям. Потому что, ну, были две целевые площадки и очень мощная такая остановка вот в этой зоне. Думаю, что Еврик вполне может пробить еще хая. Вот. После чего посмотрим, что он нам нарисует. Какие-нибудь любопытные сломы. У меня, кстати, здесь синими показаны сломы, в которых я участвовал. Довольно, довольно неплохо работает этот, эта техника. Фунт-доллар. Фунт-доллар продолжает отрабатывать свой недельный пин-бар, после которого инструмент растет уже вторую неделю подряд. Ну, вот. Я не удивлюсь, если он перепишет вершину, по-моему, дик... Что там, ноября, декабря, да? Что это у нас? Одиннадцатый месяц. Да, декабря месяца немного осталось. Очень качественные ситуации. Посматривайте недельные таймфреймы. Вы там можете запрыгнуть и сделать тренд года, на самом деле. Такое он тоже может быть. Но если вы не суете свой любопытный трейдерский носик в недельные таймфреймы, это достаточно делать по понедельникам, либо по пятницам, то шанса посидеть в недельном, либо месячном тренде у вас никогда не будет. Дальше. Доллар-иена. Доллар-иена. Очень любопытная ситуация сейчас складывается. Смотрите. Доллар... Доллар, ну, сейчас мы смотрим. Там евро-доллар, фунт-доллар, золото. Видно, что доллар слабеет везде. То есть везде и потенциал на эту слабость еще есть. Но, с другой стороны, сегодняшняя новость по иене. Все ожидали, что иена укрепится, ставочки поднимут. Но они как были отрицательные, так и остались. И, соответственно, это привело прям к уходу японских тридунишек в доллары. И привело к такому мощному импульсу. И здесь, вот здесь, смотрите, иена сейчас прям падает как раз вот на вот этот слом. Слом, от которого, собственно, все и произошло. Как поет Эдуард Суровый. И поэтому все так произошло. Хорошее накопление. Выстрел наверх. Откат. Падаем на приор. И, в принципе, в этой зоне, ну, раньше, раньше я говорил, смотрите, от полтинника. Сейчас я смотрю дешевле от сломов. Вот прям сейчас иена стоит на сломе. Присмотреться здесь к каким-то разворотным конструкциям можно. Даже от текущих там риск. Это у меня какой еще? Вот это пятизнаковый. Там тысяча на 2500 по хаям. То есть, инструмент, в принципе, способен уйти вот так. Но для этого, для этого нужно не только политическое решение Банка Японии, которое уже произошло. Но и, собственно, укрепление американского доллара, которое сейчас не наблюдается. То есть, вот это движение японское, а вот это движение вниз, это уже долларовое. То есть, слабость доллара американского. Соответственно, если бы то, что произошло вот здесь, наложилось на укрепление американского доллара, то мы бы сейчас уже смотрели доллар-иену по 133, 4, 5 и так далее. Так что валютная пара это всегда такой дуализм, колебания новостей. Но в любом случае, может на Америке, к примеру, пойдет волна укрепления американского доллара, и это все скоррелирует с импульсом вот на ослабление иены. И может зародиться вот эта треть трешечка вот здесь наверх. Но если вот этот импульс, вот новостной, он будет полностью пробит, соответственно, тогда уже нет смысла работать на повышение. Так что зона интересов довольно четкая. Дальше, что у нас? Доллар-франк. Слабость доллара коснулась и этого тормозка, который падает. Который падает, и в принципе, вы можете аккуратненько поднабирать доллар-франк на возврат, ну, как минимум, к пробою текущего года. Если взять его за зеркало. Сколько у нас сейчас? 350 пунктов мы упали. Каждое 500, если вы его будете набирать, то, в принципе, возврат на ближайший зеркальный уровень, который он пробил, вполне себе нормальная торговая идея в рамках сеточного метода торговли и других инструментов тоже. Дальше, классические кроссы. Канадис-франк у нас падает. Что у нас здесь? Не очень, конечно, это радует нас с нашими лонгами. Вот инструмент перестал расти. Вот, но по большому счету у нас все в рамках правил. Что у нас? Насколько он, в принципе, упал от пробоя лоев на 3000 из 6 допустимых по полпути прошел. Если будет обновлять, и если вы не набирали в лонге, присмотритесь. Очень шоколадные цены на хорошие возвраты. Дальше. Канадец-иена. Канадец-иена. Я ночью уставил лимитники на покупку, ничего не зацепило. Вот, все поудалял. Здесь, в принципе, все то же самое. Если хотите поработать в лонге, набирайте его ниже минимума текущего года. Но все, что связано с иеной, шаг должен быть не менее 1000 пунктов по пятому знаку. Франк-иена. Та же самая история. Сетка лимитников у меня была здесь. Ее не зацепило. Сейчас мы стоим здесь. И пока в этой зоне инструменты меня не интересуют. Аудикат. Подрастает. Каждые 500 пунктов можете набирать его в шорты. За декад та же самая история. Но я его сейчас не набираю. Он у меня набран. Выход на вот этом зеркальном уровне. Если будет пробивать. Но буду, наверное, поднабирать еще. Ну вот, скидывая, наверное, убыточные ордера. Либо перекрою их с каким-нибудь другим кроссом. Так, новозеландец Франк в этой зоне не интересует. Буду искать повыше, если будет залетать в шорты. Так, австралиец, новозеландец тоже корректируется. Вот, я уже не буду комментировать 50% откат по ФИБО. Он все равно рано либо поздно будет. Вот, но просто подбадриваю тех, кто верит в полтинчик. Так, держите. Просто потеряете немного времени, но заработаете немного больше денег. Так, так, нефть. Нефть идет к первой моей цели. Вот, я уже показывал. Сегодня, по-моему, кому-то выход на недельном таймфрейме. То есть, заход от слома на А4. Удержание в течение недели. Поглощение и удар в площадку. Вот сюда, в районе 88. Я думаю, здесь уже подскинусь. Подскинусь полностью. Потому что это уже остатки позиции. Поэтому жду дожим по иене, по нефти, вот в эту зону недельного слома. Я думаю, здесь будет хорошая свеча пробойная. Так, дальше, что у нас? Биточек. Биточек все-таки кольнул, да? Кольнул паразит. Да, кольнул вот этот экстремум. Это вообще не очень хорошо, на самом деле. Для охотников за стопами. Ну, посмотрим, если дадут хороший откат. Все равно этот план в силе. Так, Тесла. Тесла растет. Я ее подбирал. Вот, зацепился, собственно, на... Ну, не то, что нам по сотке купил. Я все-таки дождался каких-то лонговых потугов. Соткат купил. Надеюсь, инструмент не провалится за свое пробитое сопротивление. Ну, и буду держать, наверное, до 200. До 200 я эту идею озвучивал уже много-много раз. Так, что наш деревянный друг стоит пока как вкопанный. Американская фонда вчера в печали. Все немножко подпадало. Ну, сезон отчетности. Там, собственно, выходят мастодонты. И не все они на сегодняшний день, к сожалению, в шоколаде. Европейская фонда тоже перестала идти семимильными лонговыми шагами. Блин, все забываем добавить наши кроссы с евро. Еврокат, евро-ауди. Тоже будем посматривать. Посматривать, что. Посмотреть. Смотрите, что сейчас интересно. Еврокат на грани, да? То есть, если там еврик будет бычить, то оно уже через 1300 пунктов. Вот здесь можно через полторашечку подбирать шорты. Вот, а ауди, евро-ауди, видите, не так. Так весело себя чувствуют. Ну, здесь вот он диапазон. Тоже присмотритесь. Но здесь шаг везде не менее 1000 пунктов. По пятому знаку. Так что, что я хотел сегодня сказать. Ответы на вопросы на YouTube-канале под вчерашним видео. Сергей. Этот паровоз по евре с золотом когда-нибудь остановится? Спрашивает меня Сергей. Кто знает, кто знает. Мы, на самом деле, товарищи сигнальные. Вот есть сигнал, торгуем, нет, не торгуем. Тренд, к сожалению, не наш френд. Наверное, когда так жестко пилит, то мало смысла в охоте за площадками. Когда так жестко пилит, ну, вы, наверное, имеете в виду, жестко двигается в тренде, вверх либо вниз, нужно работать не с площадками, а с так называемыми стряхами. То есть, с ложными пробоями по тренду. Когда вы его идентифицировали, тогда вы можете работать от границ, просто обрабатывая вот эти ложные пробои. Ну, как я показывал, да, по золоту, как вот она растет. Вот сколько торговых возможностей дает золотишко запрыгнуть по тренду даже на довольно крупном, там, аж четвертом таймфрейме. Вот этот пин-бар, допустим, вчерашний, он, в принципе, ничего не подбивал. Вот, зато вот этот, видите, подбивал. Вот он, видите, он бил вот эти два дня, но причем, вот не два дня, а вот эти восемь часов, да, но зато вот эти практически сутки не трогал. Просто с пин-бара запрыгиваете, и вы в космосе. Дальше, вот она, тоже классная наторговка. Вот, ну, либо вот с этого захвата, либо с захвата вот этого захвата, и вы опять в космосе. Вот он тоже захват. Вот такое можно трейдить аккуратно, если вы идентифицировали тенденцию, в которой сейчас находится инструмент. Главное, как всегда, думаешь, оверобая проблема, а проблема на самом деле у тебя. Ну, меньше слушаете различных фундаментальных аналитиков, и, как говорил Великой Герчик, торгуйте то, что видите, а не то, что знаете. Новости, это всего лишь катализатор движений. Вы уже помните, да, как на, что там, на инфляции, по-моему, да, или на, ну, я уже не помню, что было недавно, какой-то новости, по-моему, инфляция. Новости плохие, инструмент растет, и наоборот. Вот, с чем это вызвано? Ну, все разводят руками, но факт, остается фактом, когда просто смотришь теханализ и видишь, что все, все правильно, по большому счету. А если кто-то кошмарит какими-то новостями, то это просто шум, который не нужен нам. Владимир, здравствуйте, сегодня вас чуйка по евро не подвела, респект за некомпетентный совет, но я не увидел накопления, слом распределения, был только покойный Фибоначчи и новости мутные, которые никто не мог предугадать. Ведь так, я так понимаю, вы написали это час назад, вы имеете в виду сегодняшний рост по евро или вчерашнее падение по евро? Пишу, потому что не прокатился с горки, вместе с вами стою в долгосрок в бай по евро и по золоте. Спасибо за юмор. Ну, а, наверное, вы все-таки имеете в виду вчерашнее падение, что меня чуйка не подвела. Ну, что сказать, что вы не увидели накопления, слом распределения. Был только Фибоначчи на 50%. Не, ну, там был сломчик небольшой, но был, где он, вот же он, вот он слом, и, в принципе, с него и можно было удерживать стоп за экстремум. В принципе, все. Сегодня был небольшой слом, я тоже на нем прокатился, но небольшим объемом хотел все-таки, чтобы, ну, дали после инициативы хороший откат, а тут сразу все просадили и ушли в космос. Так, так, Павел, идея охоты за стопами весьма понятна, но когда вы показываете маленькие захватики, да и все, это ведь, это ведь не захват стопов. Стоп это рыночная заявка, говорит Павел. И если цена срывает первые стопы, то происходит каскад заявок по рынку, рисуется хороший шпиль, а вот эти захватики по три пункта, что угодно, только не стопы, чисто мое мнение. Ой, Павел, это большая, на самом деле, тема, что считать захватом, ложным пробоем и так далее, насколько рынок может уходить. Я видел небольшие захваты, буквально тоже вот несколько пунктов, и после них рынок улетал просто ту зиму и не останавливался месяцами просто. Бывает вообще не захватывает, вот, поэтому наша, наша задача использовать ситуации и ограничивать убытки, и все. Насколько глубокий он должен быть, никто не знает, вот, и он может быть, на Форексе он может быть, а, допустим, на фьючах его может не быть, а может быть и там, и там, а может быть на фьючах быть, а на Форексе нет. Вот, то есть, такая большая, на самом деле, история, но вывод здесь такой, на чем вы тренируетесь, ну, к примеру, в симуляторе, да, вот вы используете симулятор там котировки метатрейдера, вот, если у вас на них получается выторговать ваши там захватики, там, и так далее, сломы, используйте то, что работает. Вот, а искать, искать вот эту истину, как говорил агент Малдер, истина где-то рядом. Так, в принципе, на этом, друзья мои, все, сегодня кучка новостей, как обычно, вечером на Америке будет немножко жарковато. ППА, индекс производственной активности, поэтому будьте внимательны при торговле в вечернее время. Напоминаю, что под каждым из моих видео есть группа ссылок, с помощью которой вы можете, во-первых, перейти на сайт ИнстаФорекс без VPN, прямо вот здесь, где открыть счет по партнерской программе, нажимаете на эту ссылочку и попадаете на сайт ИнстаФорекс с актуальным доменом, который сейчас блочат. Телеграм-чат по вопросам партнерской программы, подключайте, здесь абсолютно бесплатно сидят внутри дунишки и слегка общаются, ненавязчиво. И здесь вы можете узнать, как получить особые торговые условия с ИнстаФорекс, то есть счета без начисления свопов, бессрочно и счета с ультра-спредами в рамках моей партнерской программы. Ну, также есть почта для связи, куда вы можете написать сообщение для меня. Напоминаю, что в понедельник вышел мой мастер-класс «Запрещенные Форекс-стратегии», рекомендую ознакомиться. Информация необычная, ее в сети вы не найдете. Пишите комментарии, если у вас будут вопросы в рамках этих торговых стратегий. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока!